Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно мне пришло письмо о выкупе акций эмитентом Распадская. Почему мне пришло это письмо? Потому что я являюсь акционером Распадской. Давно уже и упорно. Итак, смотрите. Информация о выкупе ценных бумаг эмитента ПАО Распадская. Уважаемые депоненты, уведомляем вас о том, что в АО «Открытие брокер» поступила информация от НКО, АО, НРД, это депозитарий, о выкупе ценных бумаг эмитента ПАО Распадская. Дальше все реквизиты. Текст сообщения находится по адресу в сети интернет. Параметры предложения о выкупе. Инициатор выкупа. Публичное акционерное общество Распадская. Основание корпоративного действия. Приобретение ценных бумаг обществом. Статья 72. Период действия предложения. С 17 мая по 16 июня 2019 года. В течение месяца действуют предложения. Дата окончания приема заявлений инициатором 16 июня 2019 года. Дата окончания приема заявлений НРД 2019 года 14 июня. Дата окончания приема заявлений АО «Открытие брокер» 11 июня. Цена предложения за одну ценную бумагу 141 рубль. Ну и дальше здесь приложение 1. Адрес сети интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией. Так, ну по этому адресу, если я перехожу, открывается новый сайт, где я должен ввести пароль и должен подтвердить. То есть, судя по всему, это только для акционеров, это закрытая информация. Что я могу сказать по этому поводу? Я сначала, так сказать, ну задумался, по крайней мере, потом думаю, что делать. Ну, надо спросить, во-первых, у своего менеджера в открытии, брокера Максима, вот, что я и сделал, собственно говоря. Вот, но что было в том письме, который, значит, на который была ссылка, которую, наверное, я не могу публиковать. Ну, там было количество приобретаемых акций. О чем это все говорит? Ну, во-первых, это говорит о том, что само акционерное общество выкупает собственные акции. Эта процедура называется buyback. Она очень широко распространена в мире акционерных обществ, на фондовом рынке. Что это такое? Смотрите, это когда, собственно говоря, акционерное общество выкупает с биржи собственные акции. Конкретно по Распадской, что я могу сказать. Смотрите, Распадская входит в мой пакет уже достаточно в портфель. Давно. Ну, года два точно. Я купил ее по рекомендациям, и они... В рекомендациях говорило следующее, что у Распадской очень-очень даже неплохие показатели экономические. Дело в том, что... Ну, что такое Распадская? Распадская – это очень крупная компания. Угольная промышленность занимается добычей каменного угля и реализацией. И, ну, одна из крупнейших компаний в России. Ну, компания и компания, уголь и уголь. Но что произошло какое-то время назад? Вы знаете, что весь мир начал отказываться от каменного угля, потому что очень много экологических, ну, сколько вредных выбросов от труб каменноугольных. И поэтому, ну, закрываются во всем мире шахты. Добыча каменного угля сокращается планомерно. И в определенный момент, да, и туда не идут инвестиции, естественно, потому что, ну, считается, что, в общем-то, надо закрывать это дело, это нерентабельно. И инвестиции не шли. И в какой-то момент, насколько я помню, в Австралии было сообщение, что в Австралии, в общем-то, сказать, шахты позакрывались. Австралия была крупным экспортером угля на мировом рынке. Англия позакрывала, вы знаете, в свое время, при Тетчер, угольные шахты. В Донбассе проблемы. И в мире внезапно возникла такая удивительная ситуация, это вот несколько лет назад, что стало не хватать угля элементарно. А никто не собирается его добывать. И те, кто остался, они получили, в общем-то, кайф, потому что цены на уголь выросли. Предложение угля сократилось, цены на уголь выросли. И поэтому, значит, внезапно так, цены на уголь выросли. Соответственно, шахта уже существует, новых инвестиций туда не надо. А то, что работает, оно вдруг начинает приносить достаточно большую прибыль. В результате, что случилось с Распадской? У Распадской, значит, никаких долгов, никаких кредитов. И более того, идут деньги, поступают. Поэтому поступило предложение в свое время, два года назад, приобрести акции Распадской, что я и сделал, собственно говоря. Но, да, в ожидании дивидендов, потому что говорят, что Распадская будет платить дивиденды. Приходит время, когда собирается совет директоров, который выносит предложение на общее собрание акционеров, по поводу дивидендов. И на совете директоров решают, что давайте-ка мы не будем платить дивиденды. И все такие, вау! И цена на акции резко, бамс, вниз. Вот, ну как вниз, упала, да. И давайте посмотрим. Ну вот, судя по всему, здесь вот цены на уголь начали расти. И, соответственно, прибыль Распадской начала расти. Вот, где-то здесь она принимает решение о том, что не будет платить дивиденды, акции падают. Это 2017 год, май месяц. Потом, значит, снова идет восстановление с лета. Вот, идет восстановление. И в 2018 году вновь объявляется о том, что дивидендов, ребята, не будет. Вот, то есть у меня были акции куплены вот где-то вот здесь. Вот где-то здесь. И, значит, они выросли, дивидендов не будет. Акции снова упали, так сказать, упали ниже, чем я купил. Но я одержал эти акции просто постоянно. Они у меня были куплены по 99 рублей. Вот где-то здесь. Вот. И, значит, акции снова начинают расти. И в 2019 году говорят, ну все. Вот сейчас наверняка объявят, что будут дивиденды. И, значит, акции подрастают. Вот общее собрание акционеров собирается. Они говорят, нет, не будем. И снова акции. Хрязь вниз. Вот. И снова акции упали вниз. Ну, потом, естественно, идет восстановление. И даже они превысили. Вот. И, наконец, вот сейчас, в апреле, приходит письмо о том, что компания объявляет buyback. Да. В решении Совета директоров, которое выпустило вот здесь вот, было сказано, что пока не будем платить дивиденды. Пока не будем. Теперь что происходит дальше? Дальше приходит письмо о том, что компания объявляет о выкупе своих акций. Ну, мне было просто интересно, она выкупает все свои акции или не все. Вот. Она выкупает свои акции, не все. Что такое buyback, что такое обратный выкуп? Дело в том, что когда компания объявляет о выкупе своих акций с биржи, то раньше, когда вот только-только зарождалось все это, фондовый рынок, то это было... Ну, то есть, они не объявляли, просто брали и выкупали. И так как компания может, она знает информацию о себе и прекрасно, и знает, что будут выплачивать дивиденды, там были различные манипуляции, поэтому введено очень-очень жесткое законодательство по этому поводу. И за это, вот сказать, прямо по рукам бьют конкретно штрафы безумные. Поэтому по законодательству текущему вот эти действия об обратном выкупе акций, они строго регламентированы. Поэтому, значит, еще раз возвращаемся к графику. Поэтому там написано в графике, что если компания или аффилированные к ней лица хотят выкупить акции компании в объеме большем, чем полтора процента от общего количества акций, они, первое, обязаны объявить об этом публично и заранее, что и делается. Второе, цена выкупа должна быть не ниже, чем цена, текущая рыночная цена, не ниже, чем текущая рыночная цена за последние, там, сколько, два месяца. Вот в том письме, которое я вам не показал, там как раз было написано, что параметры выкупа ровно такие. Смотрите, сейчас текущая цена 137, они посчитали среднюю цену здесь и сказали, что выкуп будет по 141 рубль, чуть выше. О чем это говорит? Это говорит о том, что, я надеюсь, дальше уже мои предположения, я надеюсь, что компания все-таки собирается объявлять в следующий раз выплату дивидендов. Дивиденды будут, скорее всего, не маленькие, и для того, чтобы дивиденды не ушли из компании, она просто берет и будет выкупать потихонечку свои акции. Ну, чтобы платить дивиденды самой себе, а не кому-то на сторону. Это логичное поведение. Вот, что делать? Продавать, не продавать акции? Что это значит? И вообще, как происходит процедура байбэк? Смотрите, если вы акционер, если вы хотите продать, вот, смотрите, сейчас текущая цена, вы видите, 137,20, а вы можете продать по 141 рублю, вроде бы, да? Вот, да, это гарантируется, вы можете подать объявление своему брокеру, заявление, чтобы он составил вот это вот, ну, уведомил, что вы хотите продать свой пакет акций. Брокер это организует, это будет уже уведомление не биржевая сделка, а внебиржевая как бы. И я хочу вам сказать, что комиссия за это дело, она отдельная за такие операции. Поэтому, если у вас пакет акций небольшой, а разница между 141 рублем и 137 небольшая, то, соответственно, друзья мои, подумайте, если вы захотите продавать по 141, вы можете уведомить брокера, но брокер с вас лупит такую комиссию, что дешевле, во-первых, продать их на бирже, вот, по текущей цене, точно совершенно, с небольшим пакетом. Посчитайте просто, что вам выгоднее. Если у вас крупный пакет, то да, это ваше право. Но акции выкупаются не все. Там объем, ну, не полный, по крайней мере. Вот, поэтому я принял решение держать акции, более того, я хочу увеличить долю акций распадской в своем портфеле. Почему? Потому что, когда объявляется buyback, то, как правило, это ведет всегда к росту котировок данного эмитента, данных акций. Поэтому я решил, ну, немножечко увеличить свою долю распадской в своем портфеле. Она и так не маленькая. Вот, посмотрите, сейчас у меня детский мир. Ну, так получилось, я его хотел продать, он не продался. А потом я распродавал свой портфель, потому что мне надо было, ну, крупную сумму денег извлечь с брокерского счета. Я распродал свой портфель. Потом, значит, то, что не распродалось, я закупал снова. И вот так получилось, что детский мир я купил дважды, потому что он не продался. Поэтому детский мир у меня очень-очень много. Я его частично продам. И смотрите, тут ГМК Норникель, его меньше нельзя купить, тут только одна акция. Вот, Газпром, вы знаете, я верю в Газпром, я верю, что он вырастет. Вот, и на третьем месте у меня Распадская. Ну, то есть я хочу вывести сейчас где-то Распадскую, наверное, на первое место по объему. Вот, дальше у меня Новотек, Сургут, Префы, Лукоил, Сбербанк и так далее. Да, сумма портфеля у меня сильно уменьшилась. Почему? Потому что, потому что у меня надо было платить за обучение дочери за границей, и мне пришлось вывести деньги. Вот, ну, это такое лирическое отступление. Вот, Распадскую я хочу докупить. Вот, вот, такие дела. Я надеюсь, что эта информация была полезна. Вот, как сделать так, чтобы быть всегда в курсе? Во-первых, надо подписаться на мой канал, лайк поставить. Вот, и я буду держать вас в курсе, ну, по крайней мере, тех бумаг, которые у меня есть в портфеле. Я за ними слежу, естественно. Во-вторых, если вы не умеете оперировать с графиками, с квиком, то, конечно, это надо научиться. И самый быстрый способ это сделать, это, естественно, приобрести курс биржи для чайников. Там вот букочка И, нажмете, выскочит, на первом же месте будет курс биржи для чайников. Вот, ну, либо в конце этого видео будет ссылочка биржа для чайников, либо в описании биржи, там, demetkov.com, и, соответственно, там можно приобрести. И это надо делать, надо быть в курсе фондового рынка, потому что, смотрите, здесь доходности намного выше, чем на депозитах. Я не устану это повторять. И, кроме того, возможно, кризис, возможно, какие-то такие ситуации, когда надо принимать срочно решение, кто на этом выиграет. На этом выиграет то те, кто знают, что делать, кто держит руку на пульсе, кто понимает, что делать, и кто умеет быстро отреагировать и купить то, что нужно, и продать то, что не нужно. Поэтому, друзья мои, обязательно, вот я прямо вот, я убежден абсолютно, что надо, каждый должен иметь брокерский счет, каждый должен уметь это делать, абсолютно каждый. Так же, как во всех развитых странах, потому что там депозитные ставки вообще нулевые, вы знаете, да и у нас тоже, в общем, к тому все идет. Никуда вы не денетесь в фондовый рынок. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше вы начнете этим заниматься, тем больше вы будете иметь денег. Поэтому еще раз, биржа для чайников. Ну, а сейчас, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитрович Юрий. С вами был Демитрович Юрий.